Сотрудники УФАС рассмотрели дело о повышении цен на проезд из областного центра в аэропорт. Летом прошлого года работники Магадан Авто рассказали, что осенью стоимость увеличится на 7-8%. Если до октября билет на автобус можно было купить за 130 рублей, то после за 170. Кроме того, дороже стал проезд по промежуточным маршрутам. От аэропорта до поселка Сокол, от поселка Сокол до поселка Упта, там уже стоимость выросла в разы. Например, с 6 рублей до 20 рублей, если люди постоянно пользуются этим маршрутом, довольно существенно. Но и сама стоимость, почему рост ее произошел. С 2012 года у нас произошло дерегулирование тарифов на данную категорию услуг. То есть, если ранее эти тарифы устанавливались государством и правильность их установления проверялась государством, то с 2012 года предприятие самостоятельно устанавливает цену на эту услугу. И в 2019 году организация, которая осуществляет перевозки по данному направлению, увеличила стоимость одного пассажира километра. Ну и, собственно говоря, подняла стоимость на свои услуги. Но за 7 лет увеличение стоимости примерно на 10%, в общем-то, это вполне разумно. Но предприятие повторно повышает стоимость на свои услуги уже в январе 2020 года, а затем в октябре 2020 года. Общий рост цен на услугу за год почти 30%. А это, уверяют сотрудники антимонопольной службы, уже чрезмерное повышение. После того, как назорное ведомство рассмотрело дело, «Магаданавто» снизило стоимость проезда.